Вы уже подключились к нам, я надеюсь, я провожу мастер-класс по наушникам и тому, стоит ли их одевать. Наушники, стоит ли их одевать? Об этом будет мой следующий мастер-класс. Может быть даже в терминале 42, который находится другими этажами выше. Одним этажом выше. Но мы не про терминал, мы сегодня про Urban Music Hall и две прекрасных талантливых девушки. Сегодня у меня в гостях, мы с ними познакомимся и я заодно вместе с вами познакомлюсь буквально через несколько секунд, так что дождитесь. Ну что ж, черная и белая суммиши идеально и протилежности, как клавиши фортепиано. Друзья, встречайте пьяно-дуо Black & White в Urban Music Hall. Это две прекрасных талантливых пианистки. Марьяна Бровская и Алиса Холодова сегодня у меня в эфире. Привет, девочки. Привет. Как я люблю такие эфиры. Знали бы вы запах кофе, разговоры о классике, о музыке и вот погружаешься, когда во все это. Это действительно очень приятно. И сегодня, я думаю, мы сделаем такой тизер концерта. Поговорим о вас, познакомим слушателей и зрителей с вашим творчеством. И, собственно, расскажем о концерте, который сегодня будет. Я зачитаю сразу же текст из мероприятия, который есть уже на фейсбуке. Вы можете тоже посмотреть, ознакомиться. И обязательно приобретайте билеты на это мероприятие. Итак, дуэт створила пианистки Марьяна Бротска от Алиса Холодова. Музычную карьеру почелось четыреричного Вику. Это, в принципе, для пианистов нормальная ситуация. Четыре годика – это самая лучшая часть. Так, как все началось? Давайте начнем вот с самого начала, чтобы познакомить с вашим творчеством всех слушателей. Четыре годика. Что происходит? Кто первый? Кто помнит? Я помню по рассказам моих родителей. Дело происходило в Одессе. Каким-то образом стояла у нас пианино дома старая. И я занималась тем, что ставила газету наоборот. И по газете играла. И моя мама, видя это, подумала, что значит, надо, пора, значит, будем работать. И с этого все началось. Вначале была школа номер 35, прекрасные воспоминания, класс девочек. И потом плавно перешло это в школу столярского. С четвертого класса уже я училась в школе столярского. Закончила ее. Ну и, в общем, это уже потом. Началось вот все так. А не ду ли еще родители дать на какой-то другой инструмент? Ну, все-таки пианино, это же... Я другого не хотела, ничего. Предлагали, думали. А гитарку взял с собой, там, скрипочку, виолончель. Знаете, вот у многих родителей же есть такое. Так, что легче с собой таскать? Что не займет много места в квартире? Ну, папа мне до сих пор предлагает на ложки переквалифицироваться. Как бы это разве что. А так я не хотела. Здесь были варианты флейта, потому что легче играть. С ней нужно так много заниматься, но я не хотела. Были моменты какие-то у вас, когда действительно не хотелось? Конечно. Ну, не всегда же бывает, что, ой, это прямо сразу мое призвание. Играть все тюды, там, еще что-то. Это само собой. Но у меня это благодаря маме все. Периодические моменты. Когда вот пришло это ощущение, что вот это уже все наше призвание, и мы без этого не можем, и все не зря. У меня в 17 лет вот только я поняла уже, когда стал вопрос, куда поступать. Я уже поняла, что у меня, я разносторонний человек, много очень интересов, но я поняла, что я не смогу жить без музыки. Я тоже начала в 4 года, и у меня родители музыканты, мама скрипачка, папа ударник в симфоническом оркестре, и, собственно, так я и попала в Харьковскую десятилетку, уже в подготовительную группу, и потом уже я там занималась. И вот само осознание уже самостоятельное, взрослое появилось уже, когда я решила поступать. Как же, вот самый важный вопрос, как же образовался, собственно говоря, дуэт? Что произошло, когда произошло, когда пути сошлись, и эти самые черные и белые хлопья? Да, значит, дело было так. Это уже, мы познакомились, уже находясь в Германии. Алиса начала учебу немного раньше, и Алиса была первым человеком, который открыл мне дверь в Харьковскую консерваторию. Я пришла на пробный урок к моему будущему учителю, к Кристиан Бельде его зовут, и он сказал Алисе, иди открой, там какая-то девочка пришла ко мне. Он говорит, будет девочка с Украины, я пойду покушаю, а ты открой, пожалуйста, дверь. И вот так вот мы познакомились. Да, да, вот так вот мы и познакомились. Да, и мы учились вместе у одного педагога, но идея возникла уже после нашей учебы. Мы, естественно, параллельно дружили. 12 лет мы уже, да? Да. 13 лет уже мы дружили. Да, я в 2005-м приехала, ну и вот, собственно. Но начали мы вместе играть 3 года назад. Так почему, собственно, Германия? Как вот этот переход произошел? Вы учились в Одессе, в Харькове. Дальше вот как произошло это решение у каждой из вас? Почему именно Германия? Я уехала в 13 лет. Я не закончила даже 7 класс, 10-летки. По семейным обстоятельствам. Личная жизнь моей мамы так сложилась, что она познакомилась с человеком, который уже на тот момент проживал в Германии. И мы вместе посовещались и подумали. И это было очень интересно, какой-то новый этап, начать жизнь как-то с нового листа, что-то новое. И мы перебрались с мамой в Германию. И я там была, это называется, молодой студенткой. И там можно уже ребенком поступить. Это с 13 лет, получается, да? Да. Я ходила в гимназию в Германии, в обычную. Там нет таких специальных музыкальных школ, как Столярского здесь или в Харькове. И можно поступать уже студентом быть параллельно. И я вот в 13 лет была молодым студентом, это называется. А потом уже в 17 лет, вот там, где мы, собственно, и встретились, я поступила. Роберт Шуман, музыкхокшуле это называется. Пока Алиса была молодым студентом, уже была в Германии. Я так пытаешь провести сейчас хроналан. Я училась в Одессе, в школе Столярского. И вообще не собиралась ни в какую Германию. Мне в Одессе было прекрасно. Так, по твоей интонации я понимаю, что что-то таки тебя сподвигло. Что же это было? Ну, опять же, возвращаемся к маме. У мамы возникла идея, все-таки, чтобы после школы продолжить образование где-то в другом месте. За границей. Где-то думали, где-куда. Ну, и проще всего была Германия. Ну, и плюс в музыкальном образовании Германия, это, конечно, одна из первых стран. Да, потому что со всего мира педагоги едут туда. И культура там очень поддерживается государством. И в плане перспективы. То есть, я же говорю, что если бы не профессия, я бы осталась в Одессе. И я уехала, закончив школу, решили попробуй. Я всегда с той мыслью, что можно вернуться в Одессу, с той мыслью я и поехала. Ну, и вот уже с этой мыслью я 13 лет там живу. И вот 3 года мы уже вот так вот активно работаем вместе. Да, вы в Германии, открывается дверь. Кто кому открывал дверь, еще раз напомню. Я открывала, да, Марьяне дверь, да. Какие у вас первые впечатления друг от друга были? Сразу же подружились? Или как это бывает, знаете, вот наоборот, сейчас я к ней понравился, а потом становится лучшим другом? По-моему, у нас как-то взаимно, очень гармонично все, как будто бы открылась до знакомой, старой знакомой двери. Мы, как обычно, естественно, люди из одной профессии, из одной сферы. Кто где учился, мы обе из Украины. И нашли общие темы, какие-то общие конкурсы музыкальные, кто куда ездил, и так разговор завязался. Ну, и потом совместные поездки на мастер-классы, на конкурсы, потому что в одном классе у одного педагога... Концерты. Все время мы не вместе играли, не как дуэт, но мы играли в совместных проектах вместе все время. Так, проходит учеба, вы благополучно доучиваетесь, и после этого решаете создать дуэт, правильно? Кому первому идея пришла в голову? Ну, идея, наверное, была уже до этого. Просто во время учебы приходилось делать столько дел одновременно, и плюс очень сложные экзамены, мы должны играть в большой концерт, или даже два концерта, там, в зависимости от факультета. И очень много было дел, которых мы не могли оставить. И идея была все время. Где-то сыграть вместе, где-то выступить. Ну, просто не успевали. И потом, когда закончилась учеба, и жизнь уже более-менее устаканилась, стала равновешенной, у нас появилось время, распланированное время, где мы могли заниматься. Заниматься же нам нужно много, поэтому нужно было найти время. Я даже не знаю, идея, наверное, была совместная, общая. Да, даже об этом как-то не думали, подспудно уже у нас было, понимая. Да, оно как-то вот само вылилось, наверное, из совместно проведенного времени, и дружбы, и одной школы, так сказать, которую мы получили от нашего педагога. А название тоже пришло само, потому что все очень как-то логично, и все очень просто. Само по себе, да. Black and white. Да, и гояль даже можно не упоминать в этом случае. Black and white – это и по внешности, это и по характерам. Вот я же хотела задать вопрос. У вас же разные по характеру, да? Абсолютно. Кто интроверт, кто экстраверт у вас? Я скорее экстравертный интроверт, но я скорее интроверт. Так. Я считаю, что я тоже интроверт. Такое бывает. Почему Black and white? Экстраверт – это рояль. Экстраверт – это рояль в вашем случае. Действительно так. Как пианистки, не пианистки, а человеку, который только закончил несколько классов музыкальной школы, поделитесь-ка со мной опытом, как сложнее играть одному или до этих четыре руки. Я вот, честно говоря, себе сложно представляю вообще эту технику. Она же, наверное, сложна очень. Играть вместе? Да. Мне кажется, играть вместе душевнее и веселее. Вот занятия, когда занимаешься один, даже в плане занятий, не концерта, то концентрируешься только на себя. Слушаешь себя, концентрируешься на себя, на свои ноты, на свои задания. А когда вместе, нужно прислушиваться к другому человеку. Мы очень много смеемся. У нас одна школа, у нас взаимопонимание в профессиональном смысле очень хорошее. Мы друг друга понимаем с полувзгляда иногда даже. Очень интересно обсуждать какие-то фрагменты, новые идеи. Это живее, скажем так. Мне кажется, вот это вот есть тот экстраверт. Совместно, наверное, мы экстраверт. То есть минус на минус дает плюс. Где-то так. Где-то так. Я после учебы в Дюссельдорфе, когда я закончила на сольном факультете, я поняла, что мне больше нравится играть с кем-то, а не соло. Потому что это обмен идеями, это живее. Это что-то происходит быстрее. Оно как-то, не знаю, вот живет. Когда живое общение, когда тебе есть с кем все это совместно придумать. И я еще из того, что я поняла, что хочется играть с кем-то, я пошла еще и закончила камерную музыку в Кёймне. Это уже второе. Да, ну быстренько. Папа все спрашивает, где диплом. Покажи. И камерная музыка, это уже мастер был. И да, потому что с людьми все-таки интересно. Мы, конечно, воюем за клавиши иногда, потому что все уже тесно. Хотя мы не самые крупные. Да, да. Это как-то так иногда и происходит. Мы не самые крупные личности, но все же, когда один за роялем, то весь рояль принадлежит одному человеку. А здесь нам приходится иногда ютиться. И некоторые произведения написаны так, что нам приходится иногда друг под другом. И как она называется там тоже? Твистер. Твистер. Твистер, да. У вас такое фортепиано. Иногда бывает. Ну, то есть можно сказать, что легче. Ты спросила, что легче играть. Ну, это разные вещи, разные задачи. Ощущения разные. Итак, вы собрались в дуэт. И что происходит дальше? Первое произведение, которое вы играете. Можете вспомнить? Первый концерт. Где это было? Первое, наверное, мы начали с Моцарта, сонаты, который мы будем играть в субботу. Да, наверное, это было первое. Наверное, да. Мы искали программу, которая будет подходить к нам. Обеим. Которая душевно будет подходить. Технически, как профессионал, нам ставят ноты, и мы играем. Но мы хотели начать с чего-то, что нам обеим понятно. И что нам душевно, близко и располагало. И мы очень много. Мы перерыли все библиотеки, какие-то идеи в интернете. Мы набрали огромную стопку нот. И пришлось ее везти на машине, потому что дотащить мы ее просто не могли. И мы просто искали. Искали, мы проигрывали, мы открывали ноты, играли с листа, читали. Но Моцарт был первый. Моцарт. Моцарт, Рахманов, наверное, который мы тоже будем играть. Это были первые произведения. Так, первый концерт. Помните вообще свои ощущения, когда первый раз сыграли на публике? Ну так, а что ощущение? Мы же уже всю жизнь играем на публике. Вы играли, да. Вместе ты имеешься. Именно как дуэт. Первое ощущение, что работать надо. Потому что это же только со временем становится дуэтом. Несмотря на то, как люди понимают друг друга, все равно, чтобы был дуэт, за этим должна стоять постоянная работа. О музыке в Германии, о музыке в Украине мы поговорим. Но только после того, как прервемся на музыкальную паузу. Это проект «Артмания», Юлия Савицкая. Слушайте нас, оставайтесь с нами. Так, а что еще будете играть? Моцарт, Рогманинов, Дворжак, Дебюсси. Что у нас там еще? И Григо. У нас второй тур, все время я говорю. Второе отделение танцевальное, танцы. Танцы разных композиторов. Испанский танец, ингерский танец, норвежские танцы, славянские танцы. А первая классическая модка. Классическая демо си Рогмарин. Сколько по длительности? Ну, это два часа. Чуть меньше, ну, чисто во времени чуть меньше, естественно, с паузами. С пересаживаниями у нас то одна, первая, то другая. Очень насыщенная программа, поэтому они во втором отделении, они короткие, но очень разные и очень даже для слушателя, поэтому второе отделение короче, и я думаю, что это хорошо. Но сложнее, да, второе отделение? Ну, да. По структуре. Да. По структуре. И, в принципе, в первом... Для слушателя легче второе отделение в плане восприятия музыки. А для вас сложнее? Потому что отрывочки, вот тот же самый Рахманинов или Моцарт, технически очень сложные. А во втором отделении они технически менее сложные, но они из-за того, что они коротенькие, нужно перестраиваться между характерами очень быстро. перескакиваются. Где комфортнее на больших сценах? Ну, по-разному. 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 Ну, когда нет сцены, когда плоская, но в этом случае, и когда близко сидит публика, потому что, ну, нет ощущения, что у тебя есть какой-то воздух. Да, что они прямо над головой сидят и без сцены, когда, ну, но тоже зависит от атмосферы. Вот сейчас мы порепетировали, супер, мне очень понравилось. В зависимости от настроения зала, от концепта самому. Да, когда вот так, вот, андерграунд очень приятно. Ощущение такой легкости, что можно расслабленнее. А иногда на большой сцене. Когда как-то изолированный, как бы сам себе так собираешься. А лучше, когда видишь у зрителя или нет? Ну, мы никогда его не видим, в принципе. Мы всегда сидим боком. Если есть сцена, то... Но у нас, ну, в Германии часто есть такие залы, где у тебя слева, то есть, если не то, обычно справа, а делают такую круговую степь публика. И это, ну, сложно, потому что у тебя с двух сторон публика. Сейчас мы поговорим о особенностях залов в Германии, залов в Германии и в Украине. Тоже, кстати, интересная тема. В Одессе вообще часто живут? Да, у меня родители здесь. Я как только, как только, так сразу. Ну, как получается, по работе. Не стараюсь, конечно, я скучаю. Там Синатра или кто-то? Нет. Это кавер какой-то. Глаза-то погоргаются. Давай, принято. Ну, а я напоминаю о том, что 31 марта в нашем любимом Urban Music Hall состоится концерт Black & White Duo. Марьяна Бродская и Алиса Холодова сегодня у меня в эфире. И вот тут, так про между прочим, вне эфира мы уже начали говорить об особенностях, особенностях залов в Германии и в Украине. Вот давайте продолжим в этом контексте. В чем разница и, наверное, не только в залах, но и в самой публике, и в самой культуре музыкальной, которая, я думаю, в Германии более развита, чем в Украине пока что, к сожалению. Что можете сказать? Начнем с залов. Раз уж ты начала. Начнем с залов. Залы всякие. На Украине... Мне сложно судить про Украину, потому что я ограничена Одессой. Ну, что сказать о залах Одессы. Вот очень приятно, что открылся новый формат зала, который в Европе уже давно существует. И более популярный. И все набирает популярность. И тем самым привлекаем молодежь. В чем проблема в основном классической музыке, что... Ну, и в Европе то же самое, что сидишь в зале, допустим, или смотришь сцены, видишь только людей в возрасте. Так. Пожилая публика, причем пожилая выше среднего. Залы в Европе вот очень разные. Это радует. Публика еще не очень радует. Мы бы хотели донести все же до более молодой публики тоже, что музыка, она может быть и... Классическая музыка, соответственно. Может быть более свободна, более интересна. Потому что очень часто молодые люди, я еще преподаю, мы обе, в принципе, учителя, и сталкиваемся с молодым поколением, и они воспринимают классическую музыку как что-то очень... Архаичное. Да, очень тяжелое, очень длинное. Серьезное. Очень серьезное, и мои ученики иногда говорят, можно что-то играть не такое старое. То есть для них это просто вот как старые джинсы поношенные, уже неинтересно. Потому что очень часто на радио или на телевидении транслируются симфонические концерты. Вагнера, Брукнера, они, безусловно, это невероятно красивая музыка. Да, но это произведение не для неподготовленной публики. Когда трехчасовое... С этим произведением нужно прийти, прослушав в Германии, на каких-то общенациональных каналах даже есть транслирующиеся. Да, очень часто. У нас даже есть специальные каналы для классической музыки, радио, видео. Но транслируется тоже вот такая очень серьезная музыка. Это нужно сесть и три часа, полтора часа есть симфонии прослушать. Это для нового, молодого поколения тяжело неподготовленного. И вот мы подбирали тоже такую программу, чтобы заинтересовать публику неподготовленную. Более легкие какие-то интересные произведения, которые быстро заканчиваются. Что главное? Чтоб красиво было. И когда красиво, то это уже, в общем, конечно, для каждого понятие это отдельное понятие красоты, но привлечь классическая музыка может красотой. Рахманинов, Моцарт, Дебюсси, тоже такой весь легкий, парящий. Кто еще будет из композиторов? И кто ваш любимец у каждой из вас, из тех, кого вы назвали в первом отделении? У меня в первом отделении Рахманинов любимое произведение. Я не могу сказать, что Рахманинов... Я не могу выделить отдельного композитора. Из того, что мы играем, Рахманинов в первом отделении... Это прям моя музыка. Я не знаю, у Марьяны... Сложно сказать. Мы, как Алиса сказала, мы подбирали произведения для себя и те, которые нам нравятся. Смысл играть? Учеба уже окончена. Уже можно расслабиться и играть то, что доставляет удовольствие. Поэтому для меня каждое из этих произведений... Особенно, конечно. Да, нравится играть. А во втором, что у нас? Дворжек, танцы, славянские танцы. Григо, танцы... Брамсовские, брамсовские танцы. Брамсовские, брамсовские танцы. Танец с саблями. Испанский танец. Да, в общем, танцы из разных стран и разных народов. Разных композитов. В общем, во втором отделении будет такая себе дискотека. Будем танцевать. Да, можно танцевать. Вы уже успели порепетировать. Да, только что с репетицией. Да, когда, кстати говоря, вы приехали? Позавчера. 26-го. 26-го числа мы вместе приехали. Так, и когда первый раз вы зашли в Urban Music Hall, все увидели? Сегодня. Сегодня. Вовнутрь мы зашли сегодня, мы проезжали мимо, остановились. Решили с вами заедти уже. Да, уже пора заедти. На самом деле мы были... Нам это интересно было, когда мы были приглашены. У нас начался такой подъем, потому что для Марьяны это вообще в ее родном городе было что-то особенное. Мы очень обрадовались, и нам было очень интересно. Мы сразу хотели посмотреть фотографии, какие-то видеозаписи, как же это будет. Но, конечно, по впечатлениям от фотографий сложно понять, что на самом деле зал себя представляет. И вот дорвались. Да, наконец мы прочувствовали. Мне очень понравилось. Мне понравился инструмент, мне понравилась акустика. Это наш зал, это к нам подходит, мне кажется. Вот как раз к нашему концепту отойти от этого классического представления. Платье пышное, консервативное. Да, вот в Европе тоже есть разные концепты, и, в принципе, интенданты, директора больших крупных залов, они тоже ищут уже что-то новое. Потому что, когда уже в 150-й раз идет тоска или какая-то симфония, уже публика не ходит, уже не заинтересована. Да, для Одессы, еще раз повторюсь, это просто замечательно, что наконец-то открылся такой зал, который предоставляет возможность музыкантам показать себя и порадовать, надеюсь, одесскую публику, может быть, чем-то новым, к чему одесская публика еще. А вот сказали про пышные платья, да, у пианисток, а вам в чем комфортнее выступать? Как вы вообще готовитесь? Ну, мы же не будем вам сейчас рассказывать, в чем мы будем. Секреты. Это секрет. Но по-разному, по-разному, под настроение, мы можем и в классическом играть, и, собственно, когда мы играли сольные концерты, тоже играли в классическом, в классических нарядах, в костюмах, но, в принципе, мне кажется, что это тоже очень интересно, когда чувствуешь и ты себя, и публика чувствует себя более свободно, когда можно прийти на концерт в кедах, когда не нужно... Некоторые люди, которые к этому не приобщены к концертам, они даже иногда чувствуют себя скованно посетить какое-то мероприятие, потому что они не знают, как себя нужно вести, что надеть, как выглядеть, и чувствуют себя неуютно. Да, и мне кажется, если мы себя чувствуем уютно и более раскованно, и не даем публике такое ощущение, что строгости какой-то, то больше публика будет себя чувствовать свободно. В Германии публика тоже приходит достаточно взрослая на концерты, мы уже об этом говорили, но как они одеваются при этом? Это классика тоже? По-разному с работой на метро? Да, они могут себе позволить все, потому что они идут не как у нас скорее себя показать, а идут послушать музыку, поэтому некоторые готовятся, приходят очень красиво одеты в оперу, например, но также в опере увидишь и людей в кроссовках, в джинсах. Это очень, мне кажется, это очень приятно с какой-то стороны, потому что люди идут на концерт, потому что они хотят послушать именно эту музыку, и они не думают о своем внешнем виде, они думают о том, что они будут слушать. то есть не заморачиваются, а если меня там сфоткают в концерте, как же так, как же я буду выглядеть, как же я выйду в свет. Но вообще это же известно, что в Европе самая главная практичность и не всегда внешность или, ну, люди не ограничиваются они внешностью. как проходят репетиции? Интересно заглянуть наше занятие. Репетиции перед концертами, я имею в виду. Вот, допустим, вы заходите в Urban Music Hall, все обглядели, все вам нравится, что дальше? Поговорить надо сначала, конечно. Да. Первое, что мы делаем, мы бежим сразу к роялю, потрогать клавиши. Познакомиться, Какой же он этот рояль. Да. Ну да, и потом, какие-то моменты, нужно же с роялем, да, познакомиться и желательно подружиться с ним. И требуется время, требуется полчаса, час, чтобы понять, как именно с этим роялем себя вести. Да, акустика. Были ли рояли, с которыми вы не знали, как себя вести? Ну, не подружились. Да, конечно. Как это вообще происходит, удобный, неудобный рояль? Все-таки, ну, вот полнооктавная, штука стоит. 88 клавиш. 88 клавиш. Их всегда 88. но тем не менее, чем разнятся они? Каждый рояль не похож на другой. Каждый рояль имеет свой характер. Это как машина, да, вот многие автомобилизации? Да. И так же, это очень хороший, ты привела пример, потому что так же вкус к машине, на машине, это можно сравнивать. То есть, кому-то нравится один рояль, а другому этот рояль вообще никак. Есть рояли звонкие, есть рояли глухие, тяжелые клавиши, легкие клавиши, мягкий звук, резкий звук. И нужно, смотря какое произведение, под одно произведение, например, резкий звук подходит, а как под Debussy нужен плавный, мягкий звук. А на каждое произведение рояль менять не может. Не очень, да, с собой не поносишь. С собой, да. В чем, в общем, не проблема, я люблю, мне нравится тоже быть пианисткой, это именно то, что ты каждый раз приходишь на новое место и тебя ждет новый рояль. То есть струнникам в этом плане легче, они свой инструмент знают всю жизнь и играют только на нем. И мне нужно подстраиваться, мы должны быть очень, мы должны очень хорошо слышать, что мы хотим, чего мы хотим добиться и как сделать это именно на этом. Быстро перестроиться. На некоторых конкурсах, например, даже не разрешают познакомиться и попробовать рояли заранее. Потом можно, если начать с пианисты, мы очень тихо, а рояль очень громкий, то может быть очень нехороший сюрприз. Это очень сложно. Но в этом и есть весь перец, наверное, тоже, потому что азарт. Азарт, да. Знакомство с роялью Мурбан Мюзик Холл произошло? Да, произошло успешно. У нас взаимная любовь. Отличный рояль, теплый и очень приятно на нем играть. Легкий. Мне кажется, рояль тоже подходит к самому залу. Да, как ты сказала, он такой джазовый. ноткой, что очень тоже интересно. Мне кажется, Моцарта на таком рояле тоже очень интересно играть. Он получится другой. И на закуску, может быть, вы развеете, а может быть, и подтвердите миф о пианистах, вообще музыкантах, исполняющих классику, что они слушают только классику. Развеем. Развеем. Абсолютно. Есть же такое понятие, как guilty pleasure, да, что-то такое попсовенькое, может быть, что вы слушаете. Не без того. Не без того. Каждая из вас, что слушает из мира шоу-бизнеса, скажем так. Я скажу честно, я в какой-то момент перестала следить за новыми, не знаю, что это, возраст или что. Это новая, просто мало. Да, или их особенных нету. И, приходя домой, так как ты постоянно, каждый день с музыкой связан, ее слышишь, я не включаю радио, я не включаю свою любимую музыку, дома я в тишине. Ну, а если это какая-то вечеринка или какая-то хорошая музыка, которая всегда приятно услышать, это тоже, опять же, классика, то, что уже не самое новое, имена называть не буду, но это просто хорошая, красивая музыка. У меня по-другому, например, я водитель, я езжу за рулем много, у меня всегда играет радио, совершенно не классическое, обычное радио, все чартс, все подряд, я не могу сказать, что у меня какая-то есть любимая, любимый стиль или любимая линия музыки, я слушаю просто вот хорошую музыку, но мы и не против на дискотеку сходить и послушать и электронную музыку, и джаз, и я думаю, что тут очень разносторонние. Опять же, музыка, мне кажется, не стоит ограничиваться каким-то одним стилем, естественно, у каждого человека свои предпочтения, но... Она не может быть плохой. Да, если она хорошая, это не важно в каком она стиле, ну, мы не берем сейчас экстремальные, может быть, металл или что, ну, то, что... Слишком громко. Скажи так, деликатно, сказала. А я люблю громко. Я люблю громкий рок, старый классический, например, слушать. Например, кто? Роллинг Стоунс, например. Но это не... Это все-таки музыка. Это не набор шумов. Я же говорю о хорошей музыке. Хорошую музыку, мне кажется, любых стилей есть. И рэп хороший, и... Я лично не ограничиваюсь никаким определенным стилем музыки. Вот мы и развеяли еще один миф о музыкантах. Сегодня они только развеяли мифы еще и познакомили вас с двумя прекрасными музыкантами. Марьяна Бродская, Лиса Холодова. Я напоминаю, что 31 марта в Urban Music Hall в 20.00 состоится их выступление. Черная табила, сумешедальную портележность и клавиши фортепиано. Завстречайте пиано-дуо Black & White в Urban Music Hall. Спасибо вам за этот эфир. Приобретайте билеты, обязательно приходите, наслаждайтесь хорошей музыкой. Всем пока. 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 Все, что ты запланировал.